Ребятки, всем привет! Всех-всех-всех вас целую и люблю до луны и обратно. В общем, ребятки, это видео сегодняшнего дня, того дня, когда я выпустила ролик, что мы наконец-таки купили Алине платья на выпускной. В общем, я думала, что все уже закончено, но оказывается, все только начинается. В общем, купили мы платья. Мои ролики также моя мама смотрит, причем прям вот на постоянной основе, а если я, не дай бог, ролик не выпущу, да? Ой, сразу тут начинаются звонки, писанина, где ролик, я жду, ей же интересно посмотреть, что у нас тут, да как у нас тут, да? Ну, в общем, мы едем уже домой, она звонит и говорит, ну что, вы платье аж купили в ролике, она услышала, я говорю, ну да. А, говорит, показывать не будете на канале? Я говорю, ну, потом, когда выпускной будет, говорю, тогда покажем. Ну, вы мне, как бабушки, по блату должны прислать фотоотчет, видеоотчет, что за платье. Я говорю, окей, мы же приезжаем домой. Приезжаем домой, Алина сразу быстро одевает это платье. Одевает платье, ну и посылаем ей, все, босоножки одела, это платье. Ну, я жду прям этих, знаете, оваций, аплодисментов, там, фееричных смайликов. И все в таком духе. Думаю, она сейчас скажет, ой, как здорово, как этот. И что она мне говорит в ответ? Ты что, безмозглая? Я говорю, что такое, а что не так? Ты что, ребенку купила? Это как можно в таком платье идти на выпускной? Вы представляете? Я, этот, ну, я расстроилась, я не знаю. Во-первых, за это платье все время нервничала. Думаю, да когда же мы уже его купим? Вот. И тут такое услышать, блин, я думала, что ей понравится, что она будет в восторге. А не понравилось оно ей чем? Теперь я уже вообще под сомнением с этим платьем. У нас же тоже не выпускной, там, не каждую неделю, да, не каждый год, чтобы я как-то была, ну, подкована в этом. В общем, я не знаю, как по мне, как мне, так и Алине это платье очень нравится. Здесь идут вот, я уже, ну, не знаю, я уже не буду показывать вам это платье, не буду, понятия не имею. В общем, такие красивые рукава идут, такое платье, оно приталенное, сзади завязывается. Здесь получается оно вот так вот, на таких мелких-мелких пуговичках. Нет, это, говорит, халат и все. Это как халат, говорит, это что такое, как можно в таком платье пойти? Но по нем видно, что это платье. Видно, что это вообще даже близко никакой халат. Нет, вот все, что с застежками, это все халат. Это просто, говорит, красивый халат, но никак не платье. Представляете? Все, настроение на ноль, настроение упало. 170 голосовых я получила. В общем, не знаю теперь. Теперь вот я не знаю. Теперь, думаю, может быть, уже я под сомнением. Либо теперь оставить его, идите сдайте его, верните его обратно. У нее один раз жизнь выпускной. Теперь, думаем, его оставить. Может быть, теперь опять свалбереза. А я свалбереза мы повыбирали. Я ей поскидывала варианты. Она тоже там кое-какие варианты. Мы так обговорили, и нам понравилось, и ей понравилось. Вот, ну я вообще не рассчитывала на валберез. Ну, думала, это как самый последний вариант. Думаю, ну купили и купили себе это платье. Ну, в общем, девочки, не знаю я теперь, что с этим платьем делать. Ну, платье оставим, это однозначно. Теперь надо искать другое платье, потому что моя мама меня съест. Вот она смотрит. Завтра будет смотреть это видео. Она мне просто жизни теперь не даст. И не дай бог, если в этом платье... Сейчас, девочки, нож возьму. И не дай бог, если в этом платье мы пойдем на выпускной. Вот. Хотя все в восторге, и я, и Эдик, и Алина, и все мы в восторге, но я теперь боюсь. Я не то, что маму боюсь, я ее как бы не боюсь. Ну, блин, да, вот у меня такая женщина властная. Вот прям как скажет, знаете, так жестко. И уже и призадумаешься. Так что, девочки, вот такие вот дела. Тут, оказывается, все только начинается. Это бы карасей взяли. Я хочу их, девочки, никогда так не готовила. Сейчас я их промою хорошо. Я вот в первой воде не под раковиной мою, потому что тут вот эта шелуха, чистят мне ее на рынке. Когда я покупаю, там чистят, все кишки вытаскивают. Но вот эта шелуха попадается все, чтобы раковину не забивать. Я эту воду на улицу сливаю. А уже потом, когда все вот это промою, хорошо промываю под раковиной. Вот. И сейчас я сюда соль, перец, вот это все добавлю. И завтра хотим попробовать пожарить ее, эту рыбу, как шашлык. Ну, то есть на решетку, на барбекюшницу кинуть. И посмотреть, что получится. Мы никогда так рыбу не готовили, никогда ее так не ели. А все, почему не ели, у нас не было барбекюшницы. А тут мы ее недавно купили, стали счастливыми обладателями. И, в общем, хотим попробовать. Прямо вот целиком на барбекюшницу ложить. Я сделаю надрезы на этой рыбе. Все сейчас едут. Я еще хотела лук, я и буксус все буду ее мариновать. Вот. Как раз до завтрашнего вечера. Завтра и Тимур приедет. Вот. Ну, они по рыбе, знаете как, вот шкурку снимают. И едят только то, что внутри. Я не понимаю, как это... Но к рыбе они как-то относятся очень так. Не очень они едят рыбу у меня. Чуть-чуть поедят, но не на ура. То есть без большого-большого девочки аппетита. Так что вот такие вот девчата дела. Понимаете? Я уже думаю, лучше бы мы не показывали бы это платье маме. Но она меня потом после выпускного, она меня съела бы, наверное. А, она мне еще говорит. Ну, это девочки, правда не так? Ну, я не знаю. Ну, она, видите, со стороны как-то по-другому, видите, она говорит мне. Это, говорит, в платье халат, говорит, похоже, как на Васильке. Надо было, говорит, ее тогда вообще с Василька бы, говорит, одела бы, так бы и отправила бы. Представляете? Не знаю. Нам так не сразу в него влюбились. И ей понравилось, и мне понравилось. Вот что очень редко бывает, совпадают у нас мнения. И приехали, и едят в восторге. И уходят, и говорят, тьфу-тьфу, на моя дочечка. Тьфу-тьфу-тьфу, какая же ты красивая. И тут мы как начали от бабули выслушивать шкал всякий, всякого этого. Так что, девчата, вот такие вот дела. Не все так просто. А я у меня уже все, душа спокойная, деду, такая настроение. Ну, посмотрим. Сейчас еще вечером по Валбинсу пошаримся, отложим в корзину штук несколько. Идут они вот в один пункт, да? Поедем, померяем, какое вот будет прям самое такое. Такое, девчата, тогда и оставлю. А это оставим. Все равно платья нужны. Уже никакой формы, ничего не будет. Она в колледже будет учиться. Все равно платье надо будет менять. Так что, ничего страшного. Вот эти черные, девчата, вымывают. Когда черные там. Бывает, кому-то придешь вот так и начинаешь рыбу есть. А там вот эта вот черная пленка. Я еще думаю, ну почему ты ее не помыла, почему ты не вымыла? Вот она горчит. Поэтому всю вот эту черную пленку, все-все-все вот это вымываю. Вымываю, прочищаю. Я может быть даже сейчас ее, да не, замачивать не буду. Я просто сейчас промою. Уксус добавлю. Лука дома, девочки, ни одной луковицы нет. Были на рынке сегодня. Были сегодня, где настолько не носила. Убей, забыла купить лук. Лук только зеленый. Поэтому мариновать буду без лука. Просто в уксусе 6%. Так, все, вот эту вот воду выливаю, чтобы раковину не забить. Девчата, нашла я одну луковицу, слава богу. Холодинник открываю. Смотрю, одна лежит. И в общем, что я сейчас сделаю? Я все, короче, промыла там все, надрезы на дне сделала. Так что это мой личный рецепт, сама придумала. И, наверное, чтобы к решетке не прилипало, наверное, завтра будет масло подсолнечного дарить. Я так думаю. Так. В общем, что себе? Лука вот так прям промять хорошо его. А у меня укроп еще есть. Ну, укроп, наверное, навряд ли это уже лучше на жареную потом посыпать, да? Так, соли. Прям так добренько. Рыба все равно лишнюю соль в себя не берет. Так, перца черного. Тоже прям так знатненько. Так, и уксус у меня 6-процентный. Ух! Я его разбавлять не буду. Все. И пускай это все дело до завтрашнего. С сегодняшнего вечера до завтрашнего вечера стоит в холодильнике. Дружится там друг с другом. И посмотрим, что у нас завтра получится. Я слышала, видела, много рыбу жарят на огне. На барбекюшнице. Но мы никогда так не делали. Все. Ребятушки, всем привет! Это уже видео сегодняшнего дня. В общем, Эдик занимается у нас позапрошлом году. Мыши съели москитные сетки. Мы решили их, как бы, этот... Ну, чтобы они не болтались о зимой, да? На окне не висели. В общем, решили мы их... Ну, как бы так, срок службы их не... Увеличить. Ну, и что? И мыши все погрызли за зиму. В том году несколько сеток, Эдик, натянул. А у нас, получается, окон-то, ого-го, сколько. И, в общем, ну, перетягивает. Купил вот такую вот сетку. Ее продают. Снял старые. Вот эти все штучки, в общем, промыли. Все, почистили. И вот так вот он натягивает новые. И тут же сразу ставит. Но больше мы в сарай убирать не будем. Вот, будем... Ну, вообще, пускай висят на окне. Что с ними будет? Либо, если снимать, то только держать в доме. Вот что там мышам есть? Боже мой, а! Вот что это за еда? Как можно вот это есть? Это тоже вот здесь вообще кусочек съели. Вот внизу. Он взял скотчем заклеил. Но сейчас горит нет. Пере тоже ее перетяну. Сделаю как новую. У нас мыши, девчата, прям вообще. У нас же мы среди полей живем. Вот. И как только холода наступает, все мыши бегут кто куда, где потеплее. В дома, в сараи. Плюс здесь-то сытно. Получается, хозяйство люди держат. Кукуруза у кого-то в сараях. Всякое зерно. Вот они и бегут. И никто от мышей, никто ничем никак не застрахован. Тут и коты не справляются. И котов не хватает, и мышеловок не хватает. Так что вот так. Двери открывать не хотим, потому что мухи летят. А так вот окна пооткрываем, и нормально. А в доме прохладно, девчата. Вот как плитка у нас появилась на полу, и прям стало прохладно от нее. Даже уже жара, когда была, в доме не было жарко. Толя, птичка наша. Толя. Толя. Он знает уже имя свое. Толя вылупится на меня так одним глазом. Голову поднимет, смотрит. Каждое утро его выносим, когда на улице тепло. Да, Толя? Ты гуляешь, ты же птичка. А тут эти себе, чат, воробьи, ласточки. Он прям так на них чудно реагирует. Типа, я же тоже птичка, да? Только в клетке. А, Толя. К маме поедем. Вообще решили, не будем его маме отвозить. Оставим. Мы уже так привыкли к нему. Да и он к нам привык. Он уже меня не пугается. Он уже знает. Вот, видите, гляньте, смотрит на меня. Толя. Толя. С таким интересом. И этот. Докупим ему девочку, чтобы ему не скучно было жить. Да ему и так не скучно. У него там вот эти игрушки, погремушки. Чего он только с ними не вытворяет. Как он только ими не гремит. Он их таскает по всей клетке. Вот, допустим, возьмет погремушку за один конец и пошел ее таскать по всей этой. Она гремит, звенит. Он там что-то очверкает. Ну, в общем, интересный птенец такой. Да, Толя? Ты гуляешь, да? Ты птичка? И вот так я с ним разговариваю. Толя, Толя. Вот так, может быть, когда-нибудь и научу его говорить. Рыбик косит. В общем, тут уже костер Тимур съел. Рыбу будем жарить на мангале. На мангале. На этом, на блопах в таком мангале. Так, девочки, ну все, дошло время до нашей рыбы. Там уже костер прогорает. Сейчас уже одни угли будут. В общем, все, девчата, мы отмучились. В общем, комуся, все. Ихры отпустили уже домой. Все, сегодня последний день. У нее там счастье, полные штаны. Ну и, в общем, сегодня у нас в школе было собрание. Собрание. Ну, там дали задания кое-что к школе. Ну, не кое-что, а готовиться, чтобы они ничего не забыли. В общем, дали нам заниматься. Ну, то есть, два раза в неделю надо все равно заниматься. Ну, и сказали, конечно же, каждый день читать. Короче, девчонки, вот этот лук, что я был здесь, я его буду добавлять в рыбу. А что-то я прям разогналась. Так много лука в одну рыбу положила. Этот, пускай у нас, чтобы сочная, да, была. Вот. Кто лук не любит, тот выкинет. Это я вам говорю. И, в общем, вот такие вот, девочки, дела. У Алины сегодня был уже второй экзамен. Первый экзамен была математика. Но результаты будут через 10 дней. А сегодня было общество знания, да? Вот. Потом теперь следующий экзамен будет еще через 10 дней. И последний экзамен 15 июня числа 20-го у нас будет выпускной. В общем, вот так вот разобрались. А Тимур весь июнь, правильно? Июль, август только у него каникулы будут. Ну, в общем, вот такие вот девчата у нас дела. И, в общем, я пошла сегодня, на собрание была. Пришла, бегом переоделась. Пошла, добрызгала двор. Сегодня погода у нас изумительная. И все. С травой, в общем, поборолась. Теперь будем смотреть, как она будет жухнуть. Почитала опять инструкцию. В общем, убивает траву 5 лет. Ну, посмотрим, правда это или неправда. Хватит на 5 лет. Но что-то мне такое с трудом верится. Я сколько только не покупала этой химии. Вот. А почему в этом году электролитом не брызгаю? Электролит работает, конечно, на ура. То есть ты побрызгал, через час у тебя уже трава пожухла. Но работает он точно так же, девочки, как гербицид. Потом новая фаза травы всходит, она опять вылазит. Потому что мы всегда едем с города не пустые. То есть что-то везем. И я боюсь, что этот электролит прольется. Или что-то зальет. Или что-то это. И поэтому электролит не купили. Но если возможность будет такая, будем ехать на пустой машине, то обязательно электролит, девчата, возьмем. Чтобы он у меня тоже был. У меня дофига чего брызгать. И около двора. И за вагончиком, и за двором. И везде. Вот. Потому что там траву сильно не покосишь. Там камни такие, девчата. Это, и чтоб косилку нету не портить. А косилка, кто спрашивал, как работает косилка. Ну, пока она работает хорошо. Вот. А так косилки. Сейчас же вообще вся эта бытовая техника. Все абсолютно. Все в цене поднялось. И вот такая косилка, как у нас была. Вот эта хутер. Они сейчас стоят 17 тысяч. А эта мы купили за 7500. Ну, Беларусь. Вроде бы хвалят. Вроде бы бюджетный вариант такой. Вроде бы хорошие. Так, смотрите, что я тут камстрою. Тут сейчас готовят все. Тимур, в общем, где-то в интернете нашел рецепт. Картошка по-деревенски. И, в общем, он там эту картошку что-то замариновал. Там добавил паприку. И, в общем, уже первую партию девчата отправил в эту, в духовку. В общем, все. Это сейчас отношу Эдику. Сейчас Эдик будет жарить шашлычок. А, ведь ты уже здоровался сегодня сто раз, да? Сегодняшний этот? Да. Доброго вечера. Все, Эдик, вот это можешь забирать. Все это покомплектовала. В общем, вот девчата. Это все одним разом? Да, да, опять вот таких карасей. Все. В общем, девчата, это вот та картошка, что я вам говорила. В общем, что ты сюда, Тимур, добавил? Паприка, соль, перец. Паприка, соль, перец. В общем, вот такая вот получилась. И, в общем, он уже первую партию жарится. На пергамент разложил, а эта партия, вот, вторая пойдет. В общем, девчата, а помните, тогда мы жарили шашлык. Как вы сказали, рассказать, как получился, который без маринада был. Помню, что тут резиновый шашлык, который, этот, соль и перец замариновали. Ну, в общем, пока он был горячий, мы его, конечно, погрызли. На следующий день это было просто что-то, нечто такое. Ну, короче, мы догрызли его. Догрызли там, жевали, пережевывали его, в общем, как этот... Я сначала думала реанимировать его там, доготовить как-то на сковородке. Потом смотрю, а кто один кто-то кусочек возьмет, то второй кусочек. И, в общем, так мы его, можно сказать, даже на третий день какие-то кусочки добили. Хотя там всего было четыре шампура, по-моему, да? Четыре? Ну, да. Так что больше так мы не будем жарить без маринада. Надо мариновать все равно, в любом случае. Вот. Многие там писали, попробуйте на кефире. Вот, ну, на кефире еще попробуем. На минералке? Нет, не получала. Ну, вот мы мариновали, тоже не то. Как будто бы она вообще никакого эффекта не дает. Помнишь, давно еще... На чем-то мы... А! Нет, не киви. Что-то было. Да нет, на киви тоже пробовали. Ну, как-то у нас шашлык как-то говяжий получился. Не помню, да, на чем мариновали. Ну, блин, такой вкусный. Вот хоть губами ешь. А, кенгурятина, девчата, да. Нам продали его как... Баранин или что-то такое. В Абхазию. Мы тогда жили в Абхазию. В Абхазии. Нет, не кенгурятина. Буйвол то был. Буйвол. В общем, импортное какое-то мясо. Ну, на шашлык оно, конечно, было идеально. А что тут за мясо было? Фиг его знает. Знаете, таких брикетах в замороженных продавали? Или кенгуру, или буйвол. Что-то такое, в общем, непонятное. Ну, что-то австралийское. Да. Там какой-то момент был, что завоз был у них там без таможни, ну, без каких-то там этих санитарий. Ну, мы тогда были молодые, глупые, безбашенные. Сейчас мы, конечно, такое мясо не покупаем, а бы какое там бразильское или еще что у нас свое здесь растет. И своя говядина, и своя баранина. Ну, в смысле, своя как? Местного производства. Нет, ну, здесь-то уже не подсунули. Нам именно подсунули, как было заявлено, что, я не помню, или говядина, или баранина. Но потом мы там через месяц там что-то узнали, что вы вообще-то ели кенгурятина. Кенгурятина, да, с Австралии, там что-то. Ну, в общем, все, девчата, на этом я видео заканчиваю. Мы сегодня все хорошенько поработали. В общем, завтра расскажу вам про рыбу, что там получилось, а дети в приготовлении. Кама гуляет, у нее все, уже каникулы. А Алина там соус делает со сметаной, Кимур картошкой занят. В общем, а мы тут пока рыбу будем жарить. Уже дело к вечеру. Потом девчата взяли вот такие вот, как-то были в этом фикс-прайсе. Они давно купили вот такие фонарики, но еще не пользовались ими. А это я вспомнила, думаю, вот дело к вечеру вдруг потемнеет. Это которое от солнца работает. И, в общем, у нас тут два вот таких вот фонарика стоит. Пока потемнеет, мы тут будем сидеть, а фонарики нам будут протестируем. Да, может быть. Ну, мамы моей там на ступеньках стоят. Два еще вот, ну, примерно из этой же серии. Так это уже им сколько лет, это ужас им сколько лет. И один там что-то еще нет-нет, да моргает. Вот, может быть, хорошие. Но надо будет их заносить, на дожди не оставлять. Так, все уже, да, почти что прогорело. Эдик опять этот, как его, косит. У него есть и носки, и кроссовки. Нет, он вот, ему загорится, ему некогда и ни носки, ни кроссовки одевать. Вот так на голову, ногу косит. А потом сидит, а отмывает это все дело. Все равно купаться. Ну, да. Зато на природе, да? Да. Мангал как-то Эдик варил. Был у нас мангал. Когда-то давно. Мы ему, кому-то дали этот мангал. И этот кто-то потом подумал, что мы ему подарили. Да, и вот так мы остались без... Ну, там такой был мангал, конечно, не фиет, а такой, самодельный. Ну, в общем, мы так бы из мангала и остались, вот на блоках жарим. Нет, нам его сварили. Да. Ну, потом у нас... Кто-то увидел и говорит, ну, дай попользоваться. Да, мне там что-то пожарить надо. А потом этот... А у нас тут стройка... А ты ему подарил потом, через какое-то время. Кто как подарил? Ну, тебе что-то его сделал? Ну, сделал. Ну, он тебе еще один сделает. А мне уже никто типа не сделал. И, в общем, как-то... Ну, и на блоках тоже. Было бы что жарить, на чем жарить. Да, это уже без разницы. Ладно, ребятушки, все. Всем пока-пока. Люблю вас всех до Луны и обратно. Всем пока-пока.